Есть у меня двое вот таких часов И казалось бы, при одинаковом оформлении Между тем, разница у них все-таки имеется Хоть это и выпустил один и тот же завод Но вот, на тех часах, которые справа Все-таки стоит знак качества А это, как бы, значительно меняет, так скажем, статус часов Вообще, что это такое за государственный знак качества? СССРовский Это было такое вот обозначение Использующее для маркировки серийной продукции Товаров народного потребления и производства технического назначения Очень высокого качества, выпускавшегося предприятиями СССР Он был введен в действие 20 апреля 1967 года С целью стимулирования повышения качества и эффективности общественного производства И вот по результатам госаттестации товаров качества предприятия получали право Маркировать свою продукцию государственным знаком качества СССР на срок от 2 до 3 лет Порядок проведения госаттестации качества утверждался комитетом стандартов мер измерительных приборов При Совете Министров СССР Правило построения и нанесения знака качества содержится в гости От 7 апреля 1967 Ну знак наносился на товар или на его упаковку А также размещался в товаросопроводительной документации на ярлыках и этикетках Госзнак качества СССР представляет собой изображение пятиугольника Ассоциирующее с пятиконечной звездой Одними из героических символов СССР С изогнутыми сторонами Внутрь вписана стилизованная первая буква слова качества К Повернута на 90 градусов Вот такое вот чудо было у нас Веке в СССР Большинство людей, которые уже успели пожить в Великой стране Советов, помнят Да и вряд ли когда-нибудь зовут очень дешевые и всем доступные советские товары И тот маленький пятиугольник, на них который гарантировал исключительное качество Этот знак, вписанный из буквы К К тому же проглядывался Проглядывался и как весы, точность, и как человек, высшая ценность Стал одним из символов страны Совета Символом высокого качества и надежности Знак качества проставлялся только на ту продукцию, которая прошла соответствующую аттестацию Сейчас на большинстве этого продукта проставлены для буквы ТО Технические условия, которые ничего общего с ГОСТом не имеют А качество товаров раньше определялось ГОСТом Ну вот такой вот На высококачественных товарах ставилась специальная отметка в виде стилизованного пятиугольника Вообще подчеркнуть качество выпускаемых товаров специальным знаками имели право Те предприятия, которые успешно проходили проверку продукции на соответствующие требованиям стандартов Также проставлялся этот знак и на сопровождающие документации, как я уже сказал, в ярлыках и этикетках Право это давало, после предприятиям давало решением государственных аттестационных комиссий И вот в состав этих комиссий входили представители потребителей, министерств, научных организаций, госкомитета стандартов Пройдя успешную проверку госкомиссии, предприятие получало право обозначать свой продукт с знаком качества сроком на 2 или 3 года Затем продолжить маркировку товара нужно было вновь пройти проверку И вот результат проверок на качество, как правило, были постоянные То есть качество товаров не снижалось Знак качества страны Советов является собой, как я говорил, стилизованную иллюстрированную пятиконечную звезду Вообще, советская техника служит своим хозяинам до сих пор Спустя десятки лет, с момента своего выпуска с советских заводов, советская оптика, отмеченная знаком качества Скупается сегодня не как антиквариат, а как высококачественная продукция, аналогов которой нет в мире Уже десятки лет работают советские холодильники, пылесосы, бритвы, часы, телевизоры, стиральные машины, фотоаппараты Особо популярным был у советских граждан телевизор «Весна», который производился в Днепропетровске Этот телевизор был в каждой пятой квартире Количеством миллионов в год выпускался советский пылесос-ракета Советский кухонный комбайн «Мария», который никогда не ломался, надежно служил советским женщинам О советском мопеде «Верховина» мечтали юноши не только сыр, но и Польша, и Болгария В год Львовский завод выпускал 50 тысяч мопедов, часть шла на экспорт в страны ближнего зарубежья Предметом гордости были наручные часы ракеты, которые мы видим перед собой И заодно часы под названием «Победа» Длительный период времени они были самой массовой моделью часов в мире Концерн электроника обеспечивал советское предприятие компьютерными системами А бухгалтеров калькуляторами Продукции этой фирмы экспортировались за границу Каждый советский фотолюбитель или профессиональный фотограф мечтал и копил деньги на фотоаппарат «Зенит Е» Это был лучший советский фотоаппарат И кроме внутреннего рынка он также продавался в ведущие страны Европы Цель маркирования продукции знаком качества должна была бы стимулировать производителей к росту качества производимых товаров Сначала пятиугольник присваивался действительно высококачественным продуктам Выполнение условий ГОСТов формировало уверенность покупателей в качестве товаров И содействовало конкурентоспособности продукции К сожалению, директора предприятия, чьи продукция отмечала знаковое качество СССР Получали значительные премии Поощрялись госнаградами Пробивались на высокие должности Поэтому руководители любыми способами стремились добиться отметки своих товаров этим знаком Это привело к тому, что среди продукции, которой присваивался пятиугольник В последние годы существования Советского Союза Уже появлялись товары низкого качества Руководители предприятия боролись не за качество производимой продукции А за знак качества Что им вот Был не есть хорошо Ну что ж А вот можно даже просто вспомнить Какой была вкусная колбаса Изготовленная по государственному стандарту Потому что государственный стандарт определял процент на содержание мяса и специй А по ТУ сам производитель определяет, что туда положит И это не всегда будет мясо И не всегда в нужном количестве Ой, кстати Вот еще одни части со знаком качества хотел положить рядышком О! Есть такое чудо Ну что ж Вот такие мысли про знак качества На этом, пожалуй, все Спасибо за внимание До свидания Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok